Приветствую вас, Рината. Я прочитал ваш вопрос, точнее даже не вопрос, а такой текст, такую жалобу на своё состояние, на свою проблему, и, в общем-то, очень короткую вы дали информацию по такому разностороннему и глубокому вопросу, поэтому ответ мой будет касаться, наверное, каждой вашей фразы, раскрытием её и встречного вопроса. Мне 35 лет, говорите вы, и здесь сразу угадывается некая такая социальная составляющая, что вам 35 лет, что вы уже взрослая, что вы уже зрелая, что вам уже что-то там, грубо говоря, пора. То есть, мне 35 лет, а я не замужем, мне 35 лет, а я не могу найти работу, мне 35 лет, а я ещё девственница, как вот в вашем случае, мне 35 лет, а у меня ещё нет детей, мне 35 лет, а у меня ещё нет парня, мужчины и прочего. И вопрос здесь такой, как вы относитесь к своему возрасту? Принимаете ли вы его? Стыдитесь ли вы его? Как вы вообще к нему относитесь? Ну, очевидно, что относитесь к нему неравнодушно, потому что вы выставили его на первый взгляд, то есть первое, с чего вы начали, это стало если вам 35 лет. Дальше. Проблема в том, что я девственница. А чья это проблема, во-первых? А во-вторых, почему это проблема? То есть, ну да, вы девственница, ну и что? Что страшного там? Поэтому. Опять же, это социальная история, пока. То есть, мне 35 лет и я девственница. Это социальная история. Я не должна быть девственницей в 35 лет. И плевать, что у меня, там, допустим, нет желания заниматься сексом. Плевать, например, на то, что у меня нет потребности в секс. Да? Опять же, девственница, девственности решили лишиться не проблема. Нам даже мужчина для этого не нужен. Серьезно. Вам не нужен мужчина, чтобы лечиться девственностью. Так, это проблема. У меня есть мужчина любимый. Ну, я бы сказал, что это немножко некорректная фраза. У меня есть мужчина любимый. Это выглядит так, как будто вы любимого мужчину воспринимаете как объект принадлежности. Это несколько не хорошо. Просто я люблю мужчину. Можно так сказать. Потому что любимый мужчина, это значит, что есть еще не любимый мужчина. Я понимаю, вы сейчас можете подумать, что я определяюсь к словам. Но я указываю вам на ход ваших мыслей, которые являются основными вашими врагами. Точнее тем, что вам мешало. Не может быть у вас любимого мужчины. И любимого мужчины не может быть той же. Потому что это подразумевает наличие нелюбимого. Я люблю мужчину. Тетко и понятно. А так, любимый мужчина. Кем любимый? Как любимый? Да. То есть нет, на бытовом уровне все понятно. На бытовом уровне все я. Но вот точно здесь такая вот принадлежность высказывается, это не есть хорошо. Дальше. Ну я не хочу заниматься с ним сексом. Как-то вот, знаете, немножко странно. Странно это звучит. То есть, я люблю мужчину, но сексом заниматься с ним не хочу. Он вас не привлекает сексуально. Он вам противен. Он вас отталкивает от себя. Ну то есть, я имею ввиду, вы чувствуете обторжение. Или что? То есть, ну, надо бы как-то разобраться с этим. Почему есть мужчина, которого вы поедете и любите, но сексом заниматься не хотите. Хотя секс – это естественное проявление любви. Да? Вот. Дальше. Сколько вы встречаетесь? Какие у вас отношения с мужчиной? Тоже непонятно. Потому что, ну, хорошо. Этот мужчина, несмотря на то, что вы его любите, не вызывает у вас сексуального желания. А другие мужчины называли у вас сексуального желания. До этого, например. Все это непонятно. Не знаю почему, но я не чувствую желания и возбуждения. Ну, это может быть по разным причинам. Причинами могут быть и то, что вы подавляете свою сексуальность, считаете ее постыдной. Причинами, может быть, то, что вы не считаете вообще, что женщина может быть активной в сексе и проявляет свои сексуальные желания сама. На это косвенно указывает ваше имя. Где вот культура, культура вашего имени может поддерживать такое поведение, поведение женщины. Вот. Значит, мужчина может вас не привлекать. И вы можете ему не доверять. То есть, женщина может заниматься, иногда, в некоторых случаях, женщина может заниматься сексом с мужчиной только когда она ему доверяет. Когда она может на него положиться, когда она способна с ним расслабиться. Если этого не происходит, никакого возбуждения тоже нет. Наконец, нет эмоциональной связи. То есть, для женщины секс, это не просто секс как для мужчины, а это все-таки продолжение какой-то такой эмоционально-духовного взаимодействия. Эмоционально-духовного взаимодействия. Если его не, то, и, соответственно, секс, эээ, секс, эээ, сексуального желания тоже нет. Вот. То есть вас именно в какие-то черты характера не привлекают мужчины, и так далее, и так далее. Как это исправить? Да, исправлять ничего не надо, нужно раскрывать, нужно нащипать проблему, раскрыть ее, и все. Надоело мучить мужчину от казах? Ну, во-первых, здесь опять же какая-то жертвенная у вас позиция, потому что, что значит, надоело мучить мужчину от казах, но он, да, он убирает с кем ему быть, и мучится, он решает, не вы, вы же не можете пойти против себя, ай, и заставить себя делать то, чего вы не хотите, это будет насилие. Из вашего вопроса не совсем понятны, на чем вы делаете акцент? Что-ли вы боитесь в детстве потерять, это одна история, это история про стыд, история про негативный детский опыт, и, соответственно, это детско-родительские отношения. Либо вы про свое сексуальное говорите, что она вас подавлена, вот, в некоторой степени это тоже детско-родительские отношения, но уже, так сказать, с большим упором на ваши чувства, на ваши представления, на гендерные, когнитивные схемы, вот. То есть, на гендерную, на гендерную поведенческую историю, то есть, сможете ли вы быть собой, как женщина с этим мужчиной, и вообще собой, как женщина, без привязки к кому-либо, конкретно. Дальше вы пишите, что, значит, так, я не хотел заниматься этим сексом, то есть, что здесь не очень понятно. То есть, если вы с мужчиной в отношениях находите, и вы не хотите с ним заниматься сексом, то как у вас это отношение вообще складывает? То есть, мужчина либо смирился с тем, что со своей женщиной не может заняться сексом, либо что, вот. Понимаете. Такая вот история. Вообще, вопрос в девственности, страха лечиться девственности, если она действительно присутствует, это, с одной стороны, предание девственности очень большого значения, что, опять же, может иметь культурную роду, исходя из вашего имени. А вот, с одной стороны, да, то есть, это акцентирование внимания на девственности, как ценность на себя. Такой интроакция, да. Вот. С другой стороны, это отсутствие лишних границ. То есть, вы производите впечатление закрытого человека. То есть, вы очень такой вот закрытый человек. То есть, да, вроде бы на поверхности, да, вроде бы вот вы всё объясняете, да, вроде бы вы вот интимные вещи раскрываете, но в то же время вы не раскрываете ничего. Понимаете? То есть, вот, если так же вы себя ведёте и в жизни, я имею ввиду, что вроде бы вы общительные, вроде бы вы вот всё активные, всё делаете, но при этом не раскрываете как личность, не раскрываете свои чувства. Вот, всё это, если вы делаете в себе. То это вот про это, про страх, страх нарушения личных границ и не умение их защищать. И в таком случае ничего необычного в том, что вы в 35 лет девственницы нет. Тут просто важно отделить зёрна от плевел и именно проблему в том, вот в чём проблема заключается. в том, что вы не хотите секса, это субъективный факт, как и то, что у вас нет желания возбуждиться. Вот. А проблема, это то, что болит. Это конфликт. Понимаете? И вот конфликт нужно найти и разрешать. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом.